Мы на месте. Мы приветствуем Дану. Интересуемся, как доволенок диагностики и чистки, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Яду и команду на 4 скэнер сканирует пространство над головой данной под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки чужеродной энергии воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и ответственность за реподключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел данной, находит все. У нее инкук сразу вышел. Черт с воронкой. Арахноид. Синий дракон и лизард. Хорошо. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Сердечная чакра? Да. Скребет. Скребешь по душе, по сердцу. Хорошо, а синий дракон считает цифры над головой? 21,08. Что ты делаешь в этом биополе, синий дракон? Отпитываюсь энергиями и изучаю. А что ты ни слова не говоришь, а транслирую? Что ты транслируешь ей? Не транслирую, изучаю. Ты хочешь сказать, ты вообще не оказываешь никакого влияния на нее? Ты только стоишь и смотришь. Я питаюсь энергиями. Только питаюсь энергиями, ничего не меняю? Питаюсь энергиями и получаю информацию от нее. А свои информации ты ей даешь? Нет. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе со своими платами? 4 года. Где находятся твои платы? Третий глаз. Зачем тебе в третьем глазе голосовой чакры подключки, если ты не собираешься на нее воздействовать? Конспект пишу, конспектирую. Поставим маячок. И все развитие. Ставим маячок зелено-красный, если он врет. Красный, если нет, зеленый. Зеленый. Хорошо. У него в квартире платы. У тебя еще платы в квартире. Хорошо. Кто еще из присутствующих находится в квартире? Мы сегодня квартиру тоже чистим. Каждую секунду он показывает плату и показывает, что он делает. Он фиксирует ее жизнь в день и ночь, работу мозга дневного и ночного, ее развитие и то, куда она попадает во сне. Что значит фиксирует? Вот этот вопрос меня интересует. Он конспектирует. Ах, конспектирует. Понятный вопрос. Он пишет, он фиксирует в своих платах это. Итак, кто находится в квартире? Второй раз спрашиваю. Крахнует. Вера, ты пропадаешь как-то? Арахнует. Хорошо. Черт, арахнует, дракон. Хорошо. Сколько арахнует находился? Пять. Что пять? Лет. Лет. Пять лет. Сколько инкуб находился в этом биополе? Инкуба накидка и он четыре года. Как твоя накидка действовала на окружающих? Что они испытывали, когда они видели? Почему ты ее делал невидимой? Пустой делал ее. Пустой. Изликой. То есть человек проходит мимо и не обращает внимания, да? Как тень. Вот это, да, наверное, вопрос, который вы хотели задать. И черт с воронкой. Какой у нас там черт? А ну, посмотри. Пять. Пять в грудь бьет себя. Пять лет. Пять тоже. Хорошо. И что ты сделаешь с этой воронкой здесь? Это же надо пять герц. Сколько твоей воронки частота? Двенадцать. А, вот как ты зашел. Двенадцать. Хорошо. Сколько ты находишься с этой воронкой здесь? Восемь месяцев. Восемь месяцев. Ты вышел из портала, я полагаю, да? Да. Посещаю ее восемь месяцев. Хорошо. Мы сегодня чистим квартиру, поэтому все будем закрывать. Но кто еще в квартире присутствует, черт? Там есть Бес или кто-нибудь другой? Нет, я только. Я почему спрашиваю, я просто буду собирать весь негатив в этой квартире. Могу тебе его отдать. Давай. Покажешь мне. Сначала порталы. Соберешь все, что ты там раскидал. Вот когда я эту информацию получу, я соберу тебе негатив. Все понятно? Да. Хорошо. Работаем дальше, Вера. Я не пойму, у тебя как-то, как или-то, наверное, интернет пропадает. Как-то полслова слышно. Хорошо. Даем. Идем дальше. Начинаем с реверса энергии. Две команды. Тонкой копии данных. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы. Энергии всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Сними накидку инкуба. С силой моего намерения эта накидка инкуба отключается полностью и выходит из ее биопуля. Один, два, три. Зависает перед ней. Полностью с ног до головы она закрыта в ней. Как мы и чувствуем. Отлично. Выстраивает уже канал от Даны к этой накидке. И Дана реверсом отдает в эту накидку все негативные патогены низкой аббрационной энергии, которые она получила от нее. Один, два, три. Пошел процесс. Отправляю накидку в клетку. Но она наполняется. Он у нее все цвета забрал. Действительно облекло ее делал. От накидки вот эти цвета ей возвращаются. Мы туда даем реверс, да, Вера? Мы туда даем, да. Понятно. Значит, темное должно было уйти. Но оно как, оно уходит от нее светлое. Я вот эти цвета внутри этой накидки вижу. Понятно. Хорошо. Вот так вот. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Дана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Дана себя обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. В усилии потоки в 50 раз. Забираем из накидки Инкуба все родные энергии. Все, что он украл, все мощным потоком пошло назад. Инкуба, ты на что конкретно зашел? Что это было? Состояние одиночества или что это было? Тоска. Тоска. Предложил свои услуги? Показал. Кем ты был? Мачо? Нет. А кем? Всепонимающим? Классическим. Классический образ? Да. Хорошо. Мы просто встречались с очень многими Инкубами. У каждого своя фишка, я поэтому ее уточнил. Готово. Хорошо. Тогда начинаем с Лизарда. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, все свои энергии забирая, возвращайся в клетку. Докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проводиться скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то хоть проводочек или что-то там оставит или забудет своей подключкой, он просто сгорит. Я вас предупредил. Приступай, Лизард. Готов. Синий дракон. Хорошо. Синий дракон, твоя очередь. Выходи. Снимай свои платы, отключайся полностью. И доложи мне, что ты все снял. Приступай. Синий дракон очень не хочет уходить у него, ему все нравится, все устраивает. Серьезно, синий дракон, у меня есть аргумент, который тебя переубедит. В моих руках появляется печать дракона, включая на полную мощность. Ты реально потерял реальность, ты находишься вообще не там, где ты должен находиться. И ты мне здесь пытаешься какие-то свои желания рассказать или как? Не рассказывает. Я телепатически чувствую это от него, он даже пытался влиять. Выключай печать. Он все снял, забил все об угол в клетку. Правильно сделал. Арахноид, выходи, вытаскивай свои паутины, иголки, все, что ты оставил в ее биополе. Приступай. Ты вообще в матрице, дракон, не должен был находиться. Если ты здесь находишься, мне твои желания неинтересны. Не я к тебе пришел, а ты пришел сюда. Арахноид снимает паутины с головы с лица. У него до рук даже на руках есть паутина. Арахноид, как она ощущала твое присутствие? Твои воздействия? Какие это боли были? Путанные мысли. Путанные мысли? Да. Хорошо. Танится. Каша в голове, да? То есть она не могла из-за тебя закончить какие-то дела, никаких планов, ничего не начать, да? Ты была ответственна за это. Рутина есть, хватает. Кому хватает? Арахноид. Все снял, сел в клетке тоже. Я спрашиваю, кому хватает арахноид? Ей. Чего ты так думаешь, что ей хватает? Потому что им тоже питаться чем-то нужно. А кто тебя сюда приглашал питаться ей? Арахноид. В моих руках появляется шар Атмана. Энергия Атмана. Один, два, три. Арахноид. Кто тебя приглашал сюда? Попой повернулся. Влад, дай ему удар в попу. Несильно. Убирай шар. Если ты еще раз повернешься в попу, у тебя этой попы не будет. Он жопит. Ручит. 50 тысяч герц удар. Ты ему повредил лапу. Следующий удар будет 500 тысяч герц. И никакой арахноид никуда уже не уйдет. Еще раз. Мне этот театр устроишь здесь? Клетки тюрьме, паразит. На этом закончится твое существование. Ты это поняла? Арахноид. Он понял. Он из вот этих паутин своих энергетических себе добавляет эти энергии в лапу и наращивает ее. Хорошо. Эти паутины выходят в соседнюю клетку. Один, два, три. Открывая под паутиной воронку в галактическое ядро, паутина уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Ты не в том положении, чтобы здесь что-то не понимать, арахноид. Это в твоих интересах кооперировать и отвечать на мои вопросы. Если я не получаю ответы на свои вопросы, если ты поворачиваешься ко мне попой, то на этом заканчивается наш диалог. И ты начинаешь получать воздействие от меня. Сейчас тебе это понятно? Ему понятно. Он отвернулся от шара энергии от мана. Убираю шар энергии от мана и входит в меня. Идем дальше. Черт с воронкой. Выходи, вытаскивай все, что ты там оставил. Или ты не хочешь такой же участи. У меня высокие такие носки. Как шумки. Что ты делал? Отягачал это все или как это было? Усиливал воздействие? Усиливал и вниз стягивал воронкой. Понятно. Хорошо. Все снял. Скажи мне, есть лярва в ее биополе, черт? Да, у нее шея. На шее. Ты хочешь меня попросить об этих лярвах? Давай. Хорошо. Забирай эти лярвы. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Готово. Хорошо, инкуб, выходи. Отключайся полностью, что мы еще не сняли. И возвращайся в клетку. Приступай. Он говорит, что ей нужен сильный мужчина, как я. А что ты так думаешь, что ей нужно? Ты думаешь, лучше ее знать, что ей нужно? Я знаю, она ее знает. Он все снял. Так ей нужен мужчина, а не инкуб. Ты понимаешь разницу между собой и настоящим мужчином с душой? Понимает. Ну тогда, что ты мне здесь рассказываешь? Хорошо, все, все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Даны с инкубом, его накидкой, чертом с воронкой, арахноидом, синим драконом и его платами и лизардом. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Дани. Этим светом она выдалит из себя все негативные патогены низкой аббрационной остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел. Энергия выходит, формируется в шар. Окей, шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Дани. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, все все убрали. Тогда мы сейчас начинаем отпускать. Инкуб, ты готов уходить? Готово. Больше не приходи. Ты это понял? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Лизард. Ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон, арахноид и черт. Я открою сейчас два портала, черт идет в один. Космически идет в другой портал, в квартиру, в данный. Собираете все, что вы оставили там. Я прихожу, проверяю и отпускаю вас на вашу частоту. Все понятно? Да. Открывается два портала, в квартиру данный. 1, 2, 3. В один уходит черт со своей воронкой. В другой уходит арахноид и синий дракон. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Накидка еще там? Или я убрал ее? Накидка здесь. Открывая под ней воронку в галактическое дро, накидка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободным правом распоряжаться собственными энергиями, Дана должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать. Она готова. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. У меня есть проклятие родовое. Так ты что. Хорошо. Как оно проявляется? Картинка идет. Убийство было. Женщина прокляла. Отправляю эту картинку в клетку тюрьму. Хорошо. Остальные контракты, кроме проклятия, есть? Старые. Хорошо. Открывая воронку в галактическое дро, старые контракты с фантомами уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Так, у нас картинка. Ставим монитор. И на этом мониторе пошла информация полностью. Что, когда и где произошло? 1705 год. Территория Франции. Деревни какие-то, их разорение. Кем она была? Она была, она не была, это ее предки. И что они сделали? Сейчас, подожди. Я не знаю, может, это она была. В общем, то, что я вижу, это деревня, и мужчина на коне, он разоряет эти, убивает жителей. За халат деревни дойдет. Это ее душа? Сейчас, подожди, женщина. В общем, ее сына убивает. Сын 20 лет в таком возрасте. Она проклинает того, кто убил. И да, на все времена она говорит. Значит, это она, да. Хорошо, эта женщина появляется на экране. Да. Хорошо. Постраиваем канал от этой женщины, делаем запрос к высшему я, этой женщине, и просим выйти с нами на связь. Да, на связи. Мелания ее зовут. Мелания, приветствуем вас, уважаемая Мелания. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили чистку сейчас Даны, и узнали о ситуации проклятия, которую ваша частичка прокляла за мужчину, который убил сына, так сказать, вашей частички, которому было 20 лет. Карлос его звали мужчиной. Карлос его звали. Убили Карлоса в 20 лет. Я хочу сейчас спросить Дану, будет ли она готова принести вам свои извинения. И в свою очередь хочу потом спросить вас, будете ли вы так любезны аннулировать это проклятие, которое по роду передается с 1705 года. Можем попробовать? Это не по роду, это она была. Тот, кто убил, это была она в одной из прошлых жизней, не в последней. В одной из прошлых жизней. Хорошо, я хочу попросить Дану, чтобы она принесла извинения вам, уважаемая Мелания, за убийство Карлоса, которое произошло в 1705 году. Будете ли вы так любезно ее выслушать? Такие времена были. Они были нечеловеческие, гражданно живые, захвата переполняла людей. Уже зверей были. Да, мы знаем, это наша история, это дикие времена были. И я готова. И я обращаюсь... Своё проклятие. Подождите, сейчас я обращусь к Дане. Дана, вы понимаете ситуацию, которая сейчас происходит? Понимает. Дану. Дану внутри, внутри это проклятие, да, она понимает. Дана, вы сейчас должны найти слова и попросить Высшего Я, Мелания, её зовут, прощения за то, что Ваша душа в своё время сделала в 1705 году. Готовы ли вы найти эти слова? Мне трудно поверить, что моя душа была такая грубая, неосознанная. И я приношу свои извинения. И прошу благодарностью принять. Моё сердце и моя душа осознала и пережила всю эту ситуацию. Прошу Твоего прощения. И прощения, Карлос. Мелания. Так как я не живу на земле в этом воплощении, я хочу сказать, что я с удовольствием снимаю это проклятие. Оно также пятном на моей душе, и я не хочу преграждать развитие души этими словами. И я прощаю. И я прощаю. И я прощаю. Да будет так, а так и есть. Аннулировано. Благодарим вас, уважаемая Мелания. Мы очень рады, что мы смогли помочь перевернуть эту страницу вам вместе с Даной. Все получили свои уроки. Я лишь хочу добавить. Это был 1342 год. В 1705 мы встречались опять, чтобы снять прощение. проклятие, прощение. Оно так и не смогли понять друг друга. Мы очень рады, что мы смогли внести свою маленькую лепту наконец и сквозь столетия наконец эта страница перевернута. Благодарю вас за это снятие. Уважаемая Мелания, позвольте вам в честь такого хорошего события преподнести скромный подарок с нашей стороны. В твоих руках, Вера, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Я спрашиваю разрешение, уважаемая Мелания, могу ли я отправить по каналу этот скромный подарок? Да, это очень приятно. Привет планеты Земля. Абсолютно верно. И выстраиваю канал на уровень высшего я, Мелания, и отправляю по этому каналу эту корзиночку. Мы благодарим еще раз на этом месте. Уважаемую Меланию, желаем ей всего наилучшего, дальнейшего роста и подъема на более высокие уровни высшего я. Что можно пожелать высшему я? Благодарю. И я благодарю вас, и от имени Даны благодарю вас тоже. И отключаемся. Один, два, три. Убираем монитор. Хорошо. У нас что там? Изменилось что-то, Вера? Да, из нее вышел. Он у нее внутри, как будто дрон сидел. Вот это проклятие. Он вышел шаром, возле нее стоит. Отлично. Открываем воронку в галактическое дро под этим шаром. Один, два, три. И этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Дана говорит, что она его сковывала. Конечно. Ее. На минуточку. 780 лет. Вот такие вещи бывают. Хорошо. Больше ничего не осталось, Вера? Нет. Идем дальше. Хорошо, Дана. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после этого всего? Так и чувствую, раскрепощенная. Моя душа смеет, танцует и поет. Я хочу жить полной жизнью, с радостью и цветами, яркими цветами и эмоциями. Благодарю вас. Сейчас вам ничего уже не мешает. Да, но мы убрали все, что столетиями не могли убрать. Не смогли вы убрать до этого. Поэтому ничего вам сейчас не мешает. Расправляйте, так сказать, руки. Идите в эту жизнь. Живите свою жизнь. Радуйтесь. Никакой инкуб вам уже больше не представляет опасность. Ваши родные энергиями вы заполнены. Проклятия больше нет. Только вперед. А сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и переходим сразу к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию данной в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, к каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от данной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...